Всем привет! С вами я, Галечка Титова, и сегодня мы будем общаться по скайпу с двумя известными деятелями киноиндустрии, людьми, без которых мир никогда бы не смог увидеть такое замечательное кино, как «Ой, Вэй! Мой сын гей!». «Ой, Вэй! Мой сын гей!» – это новая голливудская комедия, сюжет, который довольно прост, но в этом интересен. Только представьте, традиционная еврейская мама мечтает, чтобы ее сын женился на приличной еврейской девушке, не подозревая даже при этом, что ее любимая чада с сексуальным красотком, одной из которых, кстати, сыграла Кармен Электро, предпочитает брутального соседа-итальянца. Искрометный юмор, курьезные ситуации, вечная проблема отцов и детей. Комедия «Осенью» выходит в прокат в США, и сразу после этого, конечно же, она появится и у нас в России. А пока, чтобы томительное ожидание как-то это вам скрасить, у нас появилась потрясающая возможность пообщаться с самим Евгением Афиньевским, это режиссер фильма, и с Брюсом Виланчем, сыгравшим одну из главных ролей в фильме. Конечно же, вы все знаете, что Брюс является, помимо актера, сценаристом огромного количества церемоний вручения Оскар. Ну да что я вам рассказываю? Гугл вам в помощь, и Википедия вам в браузер. Самое время звонить нашим голливудским ребятам. Как там погода в солнечном Лос-Анджелесе? Он говорит, что мы сейчас в Портленде, на нашем же побережье. Здесь очень солнечное и очень красиво. Необычно для этого климата. Вам повезло. Ну что, как ваше настроение? Я смотрю, вы улыбаетесь, вы счастливые. Это же воскресенье, так поэтому мы улыбаемся. Отлично. Ну что, у вас наверняка много планов на этот день. Будете захватывать мир? Наши планы сегодня это показ фильма для Портленда. И после этого выступления, мы будем рассказывать о фильме и отвечать на вопросы зрителей. Отлично. Мы даже, вся страна, вся Россия сейчас немного завидует Портленду. Потому что мы очень и очень ждем фильм здесь. Он смеется и говорит, что Портленд это как Владивосток, наверное, в России. И может быть, наш Владивосток будет одной из наших первых точек, чем Москва. Это показывает фильмы. There's other stuff they can be jealous of already. Многие могут позавидовать уже. У меня такой вопрос. Брюс, я собирала вопросы от ваших поклонников в России. И я бы хотела немножечко вас помучить вопросами. Можно? Ты спрашивала у обоих у них? Это как шутка. Он даже не верит, что много поклонников у него из России. Я думаю, для этого ему нужно попробовать приехать, и он увидит, что будет. Он был несколько лет назад в Петербурге в Москве. И, в принципе, он был в Петербурге несколько лет назад. Ну и что, его не разорвали, его футболки на маленькие кусочки? Его легендарные футболки. Он говорит, что только был один человек по имени Распулин, который пытался гипнотизировать его. Но это как шутка. Брюс, вопрос такой. Для всех не секрет, что вы, помимо того, что замечательный актер, вы сценарист. И даже непонятно, где вы более замечательный. Что больше нравится вам? Есть ли какое-то предпочтение? Вы сценарист больше или актер? Что лучше для вас? Что вы думаете на актер? Ну, я любил их обоих. Петербург очень слабо. Вы сидите на своем маленьком машине, просто пишите, 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 пишите. И, когда вы выступаете, вы выходите, и есть тысячи людей, если вы счастливы, и они улыбаются, и вы чувствуете эту энергию, и вы чувствуете, что вы частью мира. Так что, некоторые дают это вот так, некоторые дают это вот так. Я любил их обоих. Когда ты пишешь, ты один, и ты против своей печатачьей машинки или компьютера. А когда ты выходишь на сцену, ты получаешь энергетику от людей, которые кричат от восторга. И ты получаешь эту энергетику, и поэтому один день это может быть, другой день другое может быть. И это все зависит от дней. Я наплаждаюсь обоими, я наплаждаюсь обоими мирами. Здорово. А когда лучше пишется? Вот если ты сидишь и пишешь сценарий, лучше, чтобы была ночь, и никто тебя не трогал. Или вот какие-нибудь нужны определенные условия, чтобы написать хороший сценарий, самый лучший. Когда это лучший сценарий, что ты думаешь, когда ты кричишь сценарий? Или есть это какие-то специальные требования для того, чтобы тебе пишется на определенную сценарий, на определенную сценарий, на определенную сценарий. Когда ты паник из них будешь остановиться. Паник из них поддельных, разрешения. Паник, это мальчик. Когда они ligوا от меня, они говорят, что там, что там. Это лучший сценарий, когда ты работаешь наスвертку. Я любил работать в часово на вечер. Он говорит, что ночью самое лучшее, потому что действительно никто тебя не трогает. В наше время есть только технологии, скайп и все, что ночь, день, это не важно. В принципе, как умные люди делают это утром, когда все свеженькие и это самое лучшее, но для меня это не важно уже. Евгений, я думаю, тоже самое у тебя, тоже выбираешь ночь? Не всегда, у меня это как приходит, как говорится, муза. Муза должна не покидать постоянно, правильно? Она с нами всегда. Да, еще такой вопрос интересный, по поводу съемок фильма «Вэй, мой сын гей». Вопрос к Брюсу. Брюс, скажи, что тебе больше всего запомнилось, какой-нибудь, может быть, был яркий, курьезный момент, смешной во время съемок, который ты рассказываешь своим друзьям? Я подставил его на беговую дорожку во время съемок. Я должен был помнить слова, должен был, как говорится, играть и одновременно с этим я не должен был умереть от того, что я двигаюсь на беговой дорожке. Он никогда это не забудет. Он никогда это не забудет. Это ты, Евгений, да, заставил его так мучиться? Брюс, а с Евгением вообще хорошо работать? С ним легко? How to talk with my crazy Russian, Евгений. Ну, я думаю, что это переводить не надо. Да, все замечательно. Ребята, вопрос к вам двоим. А как вы познакомились? Как мы встретились друг с другом? Как мы встретились? Я не помню, но у нас есть друзья. Это как мы встретились? Я был приглашен на Голливудовские квадратики, где Брюс вместе с Вупи Голдберг работали. И где Брюс был одним из экзактив-продюсеров. Был экзактив-продюсером шоу и писателем. И вместе с Вупи Голдберг работал на них. И так мы познакомились. Это было 12 лет назад. Это было 12 лет назад. Ооо, так вы закадычные друзья. И он уже был этот скрипт для этого фильма, который он хотел сделать. Я уже в тот момент имел сценарий. Здорово. А вот я еще читала много в интернете, видела, что очень часто Брюс, ты играешь роль самого себя. Скажи, тебе это больше нравится? Потому что не приходится перевоплощаться? Ну, я видела фильмы, в которых ты играешь самого себя. То есть это фильмы или это только твоя имя? Что ты любишь? Что я любишь на интернете? Нет. Что ты любишь? Ты любишь играть себя? Ну, я актер, поэтому я люблю играть разные части. Они заказывают меня как меня, потому что у меня есть определенный вид. А определенный имя? Да, определенный имя. И они хотят использовать это. Мы называем это «сайт-гаг». Я не знаю, если это переводится. Он говорит, я готов играть любого героя. И я, в принципе, как актер могу играть любого героя. Но просто люди привыкли меня кастать, потому что я такой необычный. Ну, конечно, потому что люди любят его, это точно. Да. 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 Еще интересный вопросик. Это причем вопрос немой, очень сильно интересовался один молодой человек. Его зовут Валерией. Он интересовался. Брюс, ты пишешь сценарии. Бывало ли такое, что ты снимаешься в фильме, где ты играешь какого-нибудь актера, и ты понимаешь, о, черт, я бы сделала эту шубку смешнее, а почему не я сценарист? Да. Иногда я просто пересчитал. Как в моем фильме, да? Да, как в твоем фильме. Я получу приглашение, и я добавлю свои вещи в него. Потому что все верно в твои шутки. Да. Да, точно. Это как обработка. Это как обработка. Это как обработка. Ты просто делаешь вещи больше и более элаборативно. Обычно я чувствую, что шутка недостаточно, я её просто переписываю, потому что мне доверяют, мне разрешают в большинстве случаев переписывать, и я беру свои шутки. В моем, кстати, фильме я ему разрешил, и он не только для себя писал шутки, он очень много шуток сделал для всего каста. Он и Войвей сделал очень много шуток. Его шуток для всего каста. И Лени, и Сол, почти весь каст пользовался его шутками. То есть, если я хочу сделать успешную комедию, все, что мне нужно, позвать Брюса? Да! Я просто говорю, если я хочу сделать хорошую комедию, я должен принять Брюса? О, да, абсолютно. Брюса! 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 Брюса, ты писал сценарии к огромному количеству премий Оскар. Вот на память не приходит, какая из них была самая успешная, именно сама премия по твоему сценарию, а какая наоборот тебе менее всего понравилась? Брюса, который ты привел в Майн, который пришел к вам. Ну, он лучший, наверное, был Брюса Брюса. Я делал 8 shows с ним. Он говорит, что лучшие были всегда с Билли Кристалом. И он говорит, что у нас даже в одном из шоу с Билли Кристалом мы после того, как Джак Панн пришел на сцену и сделал отжимания, мы сразу же выкинули сценарий и просто писали его на ходу. И, кстати, еще один хороший Оскар был с Хью Джекманом, когда было просто прекрасное шоу. А самое ужасное было с Джеймс Франко. Он говорит, что лучше бы Джеймс Франко оставался и работал с обезьянами в его фильме. То есть Брюс надеется, что это видео только для России и у вас его не увидят. Это все равно, потому что все знают эту историю. И мы с Джеймс Франко до сих пор друзья. И мы до сих пор смеемся на эту тему. Здорово. Брюс, а что сливать на футболке? У тебя же каждый раз какие-то очень смешные футболки необыкновенные. У тебя каждый раз в тишине. У тебя каждый раз в тишине, что ты купил сейчас. Я не знаю. Ну, это говорит «флаффер». Я не знаю, что это переводится. Это флаффер, флаффер, который занимает волосы с обезьями. И это было бы означало что-то в фильмах порно. Но сейчас с Viagra нет нужд. Флаффер, в принципе, то, что написано сейчас на футболке. И флаффер – это тот, кто расческой, расчесывает волосы и как бы делает их воздушными. В порноиндустрии слово «флаффер» имеет другое значение. Но он говорит, что сейчас с Viagra в принципе флаффер в порноиндустрии уже не существует как терминологи. А скажи, Брюс, твои другие футболки, которые, наверное, уже становятся легендарными. Весь интернет пишет своими фотографиями с разными футболками. Ты их сам придумываешь? Тебе их на заказ делают? Или где ты их находишь? Тебе их на заказ? Тебе они становятся легендарными. Ты их используешь? Или это для тебя специально? Или ты их просто выбираешь? Я их найду. Сначала я их найду. Всего ночью я на интернете смотрю. Смотрю т-шерты. И теперь у меня есть т-шерты компании. И я их звоню, и я им говорю. И они не могут сказать «но» мне. Так что я решила. Раньше, он говорит, я целыми ночами сидел на интернете, находил их и потом покупал. В данный момент у меня есть компания, куда я могу позвонить, сказать им шутку. И они никогда не скажут «нет» и сделают это для меня. Это здорово. Идеально. Брюс, Евгения, а как вы отдыхаете от съемок? Как выспаться хорошим время и прожать от сомнений? Как вы знаете? У меня есть секрет. Это был большой секрет. Это был большой секрет, именно. Я никогда не остановлюсь. Я просто как-то продолжаю идти. Я не имею любви. Я люблю работу. Моя работа — это мой hobby. И твоё жизнь. Так что я просто буду хорошим время. Я думаю, если я раньше… Я пойду в Хауа'и. Он говорит, что он никогда не останавливается, он всегда работает, потому что работа это его жизнь. Кстати, то же самое для меня. Но, говорит, если я действительно должен отдохнуть, я еду на Гавайи, потому что Гавайи столица сна. Я, говорит, могу там отоспаться, а так, в принципе, я всегда работаю и наслаждаюсь своей работой. Ну, в принципе, то же самое со мной. А с детства вы оба хотели попасть в киноиндустрию? Ты думаешь, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что это в киноиндустрии? О, да, с самого начала. С самого начала, первое, фильмы, сценарий, ТВ, я всегда хотел. Это все, что я хотел сделать. Это было легко, потому что они знали сразу, что это было, что я хотел сделать. Они не должны пытаться меня поговорить о том, как я был фармер. Он говорит, это с самого детства хотелось, конечно. И меня никто не уговаривал. Всегда хотелось телевидение, всегда хотелось сцены, всегда хотелось кино. А, Женя, с тебя? То же самое. Я всегда... В России мальчишкой это была сцена, потому что не было возможности кино. Потом появилась возможность. Я снимал фильмы даже маленькие на 16 мм, а потом, уехав в Израиль, сцена и кино. Маленький секрет, который очень интересует... Жень, скажи, а как после России и Израиля, почему вдруг Штаты? Как так вышло? Потому что все-таки Америка страна, которая делает и производит большее количество кино для всего мира. И как бы американские фильмы смотрят весь мир. То есть, хотелось двигаться туда, где ты воплощаешь свои мечты. Ну, это здорово. За вас двоих можно только порадоваться. Вы счастливые люди, вы осуществили свои мечты. У-у-у-у! 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 У-у-у! 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 Вопрос такой. Есть ли у вас какое-нибудь кино? Вот у нас в России, допустим, на Новый год, все смотрят уже в энное количество лет подряд один и тот же фильм и всем нравится. Есть ли какой-то фильм, который вы можете смотреть бесконечное количество раз? У-у-у-у! У-у-у! 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 У меня много фильмов, которые я... Я не могу перестать смотреть. ТВ придет, я увидел The Godfather, Gone with the Wind... Казабланка. Да, классики. Да, классики. Он любит, он пересматривает многие фильмы еще с Мерлин Монрой. Он даже сам назвал Унесенные ветром и Godfather. Я даже переводить не буду, потому что все знают эти названия. Казабланка, это такое же и по-русски. The classics, basically. А твои любимые фильмы? А твои любимые фильмы? Я могу пересмотреть тоже много классики. От российской. Я пересматривал Гайдая очень много и пересматриваю. Гардемарины вперед, Мушкетеров. Я пересматриваю очень часто от российской классики. Ойвей сделан по Гайдаю. В принципе, как написала одна из российских газет здесь, в Америке, что хотите посмотреть Гайдая современного времени, посмотрите Ойвей. Молин Руш из американских. Рокки хорро шоу. Полет над днездом кукушки. С удовольствием Несенные ветром. Godfather. Всю американскую и российскую классику. Здорово. Получается, что... Ну ладно, в общем, отдельную рекламу Ойвей мы еще сделаем. Надо будет обязательно это использовать. В своем интервью с тобой про Гайдая. Да, да, интересно получилось. Вот у меня такой еще интересный вопросик. Сколько вам часов достаточно до сна, ребятки? Потому что Евгения я видела не так давно в онлайне. Вы вообще спите? Да, да. У тебя спит, Эба? Сколько часов ты нуждешь? Потому что она видела тебя постоянно. А, больше и больше. Сейчас это больше и больше и больше. В факте, я просто... Вот я иду. Нам нужно больше и больше и больше часов. Потому что мы недостаточно все спим. Да, тогда я желаю вам высыпаться и постоянно радовать нас своим творчеством. Вопрос такой. Все-таки я звоню вам из России. Брюс, Жень, наверное, тебя спрашивать не буду. Ты все-таки к этой стране близок. Вопрос к Брюсу. Что первое? Первые три слова, которые приходят в голову, когда ты слышишь «Россия»? What word comes to your mind when you hear it with Russia? Борщ. Я брал Брюса... Я брал Брюса неоднократно в русские рестораны. И первое, что он заказывает, такие, это борщ. Ну да, у вас же там, по-моему, с сыпами напряженка, да? Ну, в принципе, не привыкли кушать супы, да. А что вообще любимое блюдо тогда уж, если пошло в отол? Какое блюдо любимое? My favorite dish. What? Mr. Putin. Mr. Putin, это его... Mr. Putin topless. With a gun. Shooting ducks. Mr. Putin, раздетый, с ружьем, стреляет по уткам. Да, это петик. Определенно. Это уже по Парону Минхаузена получается. Ну да. Животных любите? Зверюшечек? У него есть две собачки очень красивые. Is there a translation for pug? I know. I know. They're like bulldogs. Little bulldogs. Маленькие такие бульдожки. Вот у него двое есть. Но обычно хозяева разговаривают со своими собаками. Брюс, а твои бульдожки понимают твои шутки? Usually owners talk to their pets. Do you talk to your pets? Do they understand your jokes? Yes, they're brilliant. They're very, very bright pets. They went to Harvard. They were strangely intelligent. Они очень интеллектуальные. Они ходили в Харвард, учились в Харварде. И поэтому они, конечно же, бриллиантно понимают все, что я с ними разговариваю. They think I'm stupid. Они думают, что он ненормальный. Еще, наверное, они перечитывают сценарии и советуют, что делать. They probably were reading your script and suggesting what you write. Yes, they're giving me notes. I heard of that. Они дают ему даже письменные... Они даже ему дают письменные как бы соображения, что нужно изменить и что нужно добавить. В письменном виде. Ребята, скажите, а какие ваши самые любимые праздники? Самый любимый праздник? My favorite holiday. My favorite holiday? Well, it's an American holiday. It's Thanksgiving. Well, you don't have it in Russia. It doesn't mean anything. I mean, it means... It's... We celebrate the pilgrims when they came and killed the first Indians. But basically, it's non-denominational. Can you say that? It's not religious. It's just fun. It's so funny from pets. We're moving to kindergarten. Maybe we're moving to holidays. Exactly. The most favorite holiday is the Day of Congratulations, or the Day of Turkey. Or what we call it in Thanksgiving. It's not in Russia. It's a non-religious holiday. It's a holiday when everyone is enjoying it. It's an American holiday. And it's right around my birthday. That's the other reason. And it's right around my birthday. And it's right around my birthday. That's the other reason. So only I get presents. Только он получает подарки. It's a holiday. That's great. And you know that today is also a holiday in Russia. Do you know that it's a holiday in Russia today? Today is a holiday? What is today? What is the holiday? Сегодня праздник, когда, запоминайте, мы сейчас с вами это попробуем, я вам говорю, Христос воскрес, а вы должны мне ответить, воистину воскрес, это Пасха, но для ваших русских поклонников, вы обязательно должны это сделать. Люди говорят, Христос воскрес, а вы ответили, воистину воскрес. Окей, Брюс, Брюс, Миткиний, Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес? Воистину воскрес? Ага, хорошо. Спасибо, что ваши российские военаты будут в восторге, они будут счастливы. Ну что, ребята, огромное вам спасибо за потраченное время, просто вас будут смотреть с удовольствием. Брюс, мы ждем тебя вместе с Евгением в России, и если ты не приедешь, мы будем очень-очень злые и приедем за тобой сами. Я дам вам возможность приезжать в США, чтобы приезжать в Россию. О, реально? О, хостяк-крайсис. Я люблю это. Что-то же знаешь, русских нужно бояться, у нас здесь медведи и бандиты. Мы приглашаем, будем рады очень приехать, если народ пригласит, почему нет? Обязательно. Мы вас ждем, мы вас любим, мы все ждем с нетерпением выхода «Ой, вей мой, сын гей», и мы будем просто счастливы, когда этот фильм придет к нам, и будет открытие, будет первый показ, и на этом показе обязательно должны быть вы оба. Мы будем. Ну что, спасибо, ребят, было очень приятно с вами пообщаться. Пока-пока, ребят, бай, бай, бай. Всем спасибо за просмотр. Евгению и Брюцу огромнейшее спасибо за отличное интервью. До скорых встреч, увидимся. И помните, звезды намного ближе, чем вы думаете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.